МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча мэров двух городов. Награды лучшим сотрудникам, в том числе четвероногим. В Сочи сегодня чествовали защитников границы. В Зимнем театре прошел торжественный прием. Кто лучший водопроводчик, машинист, токарь и сварщик сегодня выясняли на курорте. В Сочи водоканал проводит традиционный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Сочинские школьники прыгнули в лето. Традиционный скиппинг-марафон стартовал в городе. В конкурсе по прыжкам на скакалке приняли участие 250 детей. Спасти завод имени Седина о будущем краснодарского производственного гиганта сегодня говорили в Министерстве промышленности и торговли России. Завод находится в состоянии банкротства. Чтобы сохранить предприятие, губернатор Краснодарского края попросил подключиться к решению проблемы главу Минпромторга Дениса Мантурова и министра финансов Антона Силуанова. Огромная просьба при возможности все-таки или смены собственника, или сегодня совместного поиска инвестора для того, чтобы Седин снова заработал. Чтобы он снова стал выпускать станки, высокотехнологичные станки, которые, конечно, необходимы и промышленности, и нашего региона, и в целом страны. Я думаю, что здесь надо сделать все, чтобы мы не потеряли это мощное, сильное предприятие, которое, конечно, еще может послужить, я еще раз подчеркиваю, на экономику и региона нашего, и в целом России. Здесь мы надеемся на вашу поддержку, и совместными усилиями я надеюсь, что мы достигли здесь результата. Министерство промышленности и торговли, по словам Дениса Мантурова, готово оказать поддержку. Сейчас действуют государственные программы для развития предприятий. После того, как внимание на проблемы завода имени Седина обратил, глава Кубани Вениамин Кондратьев уже удалось погасить долги по зарплате перед работниками предприятия. Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края сегодня обсуждали в правительстве России. Поэтому вопрос у губернатора региона Вениамин Кондратьев встретился сегодня в Москве с вице-премьером Дмитрием Казаком. В частности, речь зашла о модернизации очистных сооружений в Геленджике. Уже на другой встрече глава Краснодарского края обсудил с руководством крупнейшего в России производителя минеральных удобрений возможность строительства индустриального парка. Компания «Еврохим» намерена открыть в Белореченском районе промышленную площадку с готовой инфраструктурой. Индустриальные парки, по словам Вениамина Кондратьева, могут стать одним из драйверов экономики Кубани. «Если мы сегодня, коллеги, его не будем создавать, то завтра мы не получим современные технологические производства, которые позволят нам чувствовать себя устойчиво. Единственное, коллеги, как бы мы ни говорили, что это надо делать быстро, это, конечно, надо делать качественно, а самое главное понимать, что все равно мы говорим о химическом кластере. И вот здесь очень важно и однозначно самым главным условием, чтобы у нас все получилось, это, конечно, экологическая безопасность вот этих производств. Вопрос, который однозначно мы должны решить, и без его решения мы, конечно, никуда не продвинемся». Кроме этого, компания Дмитрия Стрежнева готова построить в край установки по производству веществ для обеззараживания и очистки воды. Вишняковский сквер в Краснодаре благоустроят до конца этого года. По поручению Вениамина Кондратьева уже разработан проект его реконструкции. В зеленой зоне появятся детские площадки, разобьют там и клумбы, установят декоративные ограждения, а также улучшат освещение. Задачу облагородить сквер глава региона поставил во время одного из рабочих объездов города. Помимо Вишняковского привести в порядок также планируют молодежный сквер, бульвар по улице Дальней, площадь перед кинотеатром Болгария и территорию между Первомайским районным судом и Екатерининским залом. Все они вошли в перечень программы по развитию городской среды. Такие программы должны быть утверждены в муниципалитетах по распоряжению Кондратьева к июню. Добавлю также, что на благоустройство территорий с бюджета всех уровней потратят порядка 2 миллиардов рублей. Места в сочинских санаториях с июля по сентябрь проданы на 100%, на июнь на 90%. О планах на предстоящий сезон накануне Интерфаксу рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов. Ожидается, что, как и в прошлом году, летом востребованы будут и курорты Красной Поляны. Сегодня все они предлагают программы отдыха с комбинированными турами горы-море. Это полноценные программы летнего отдыха с трекингом, конными прогулками, прокатом велосипедов и посещением этнопарков и пляжей. Причем стоимость таких пакетов – от 1435 рублей на человека в сутки. Также Анатолий Пахомов отметил, что в предстоящем летнем сезоне по системе «Все включено» будут работать целый ряд крупных гостиничных комплексов. Весной в Сочи начал работать первый в стране колл-центр для туристов, которые хотят снять дешевое жилье – дачу, комнату в квартире или гостевом доме. Так можно предоставить отдыхающим широкий выбор бюджетного жилья и повысить загрузку не только в летний сезон, но и в межсезонье, добавил Пахомов. Ну а официальный старт летнему курортному сезону будет дан уже завтра. По сложившейся традиции по центральным улицам города пройдет карнавальное шествие. Завтра по курортному проспекту тысячи сочинцев пройдут в ярких костюмах, другие – на платформах со зрелищными декорациями. В колоннах – представители санаториев и гостиниц, крупных объектов торговли, творческие коллективы и самые активные общественники. Карнавал – идеальный повод показать и рассказать о себе. Наряды готовят от национальных до экзотических. Шляпа – символ карнавала 2017 года. Поэтому даже придумали шуточный лозунг – не прошляпить лето. По традиции праздничная колонна начнет свое движение от зимнего театра. Карнавал пройдет по курортному проспекту. По ходу движения будут организованы специальные зоны, напротив которых каждая колонна покажет мини-представление. Ну а завершится шествие на площади Южного Мола вечерним галоконцертом. На большом уличном экране будет организована видеотрансляция всего карнавала. В связи с этим в центре города будет ограничено движение транспорта с 19 до 22 часов субботы по маршруту движения праздничного шествия, а также прилегающим улицам. В списке – часть театральной Егорова, Воровского, Несебрыского, Конституции, Парковая, Приморская, Горького, Кооперативная, переулок электрический, улица Москвина, Орджоникидзе, Соколова. Одним словом, участки улиц, примыкающих к маршруту карнавала. Автомобилистов просят на это время отдать предпочтение общественному транспорту и заранее подумать в пути объезда. Ну а всех сочинцев и гостей курорта приглашают присоединиться к главному празднику курорта и стать зрителями яркого карнавала. В субботнем праздничном карнавале примут участие и артисты из Уфы. Все они будут в национальных костюмах представлять свою республику Башкортостан. А сегодня в рамках официального визита уфимской делегации на курорт в городской администрации прошла встреча мэров двух городов – Сочи и Уфы. Расскажет Елена Авсецына. С уфимцами глава города Анатолий Пахомов встречается не первый раз. Во время турне по городам России сочинская делегация побывала в столице Башкортостана с презентацией Сочи. Там и пригласила их принять участие в карнавале, который традиционно знаменует начало активного курортного сезона. Уфа – очень красивый город и богатый город. И то, что у нас сегодня с этим городом хорошие отношения, и именно из этого города у нас прямой рейс, и будут приезжать гости в город – это огромный успех и для города Сочи. Сегодня официальная делегация побывала на Красной Поляне и в Олимпийском парке. Посетила Сочи автодром, где даже представилась возможность сесть за руль болидов. Конечно, всем, кто приезжает в Сочи, всегда любопытно побывать там, где российские спортсмены боролись за олимпийское золото. Все участники уфимской делегации отметили большие существенные изменения, произошедшие в последние годы в столице Зимней Олимпиады. Мы приехали для того, чтобы посмотреть и изучить опыт города Сочи в вопросах ландшафтного благоустройства, в вопросах дорожной инфраструктуры, в вопросах, связанных с организацией туристических потоков, в вопросах организации гостиничного хозяйства. Сочи, мы считаем, является, безусловно, лидером Российской Федерации в этом направлении. И то, что произошло за последние 5-6 лет с инфраструктурой города, с самим городом Сочи, с горожанами, это, конечно, заслуживает всяческого уважения и восхищения. Мы гордимся, что у нас в России есть такой город Сочи. Ирек Ялалов отметил также необычный подход сочинской мэрии по привлечению на курорт туристов. Он сказал, что поездки главы города по регионам России в ходе рекламной кампании являются действительно результативными. Это подтверждают и организованные прямые авиарейсы из Уфы. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Зимнем театре чествовали сочинских защитников границы. Свой профессиональный праздник они отметят 28 мая. Об итогах главных героев минувшего года расскажет Татьяна Говоркова. Ура! 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 Торжественное построение личного состава сотрудников погранслужбы в Сочи и вручение заслуженных наград – традиционное мероприятие в канун профессионального дня защитников границы. В этом году сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю празднуют 99-летие со дня образования пограничных органов. За минувший год охраняя внешнюю и морскую границы – это свыше 970 километров. Сотрудниками службы были также задержаны два десятка нарушителей государственной границы. Пресечены контрабандные перемещения наркотических средств и оружия. Год действительно получился у нас благотворный. Основная задача, поставленная к ним руководством пограничной службы ФСБ России, была выполнена на Сочиевском участке. Мы не допустили безнаказанного нарушения государственной границы. Более 2,5 тысяч граждан было привлечено к административному наказанию за нарушение правовых режимов. Около 2 тысяч граждан было привлечено за нарушение режима государственной границы. Отдельная благодарность от руководства – отличившимся сотрудникам. Причем грамоты и дипломы достаются и четвероногим защитникам границы. Этот пёс задержал преступника. А эта дама по кличке Бона обнаружила в багажнике автомобиля патронаж. На службу в погранорган из Панеэля привела её хозяйка. С того момента прошло 6 лет. Всё вместе проходили все тяготы. Сейчас уже взрослая, уже характер сформировавшийся. В плане работы это всё в игровой форме происходит. Ей непонятно, что работает, не работает. Она и для неё игра. Играл в этот день для героев пограничной службы военный оркестр. В холле Зимнего театра развернулась выставка новейших образцов вооружения и технических средств охраны государственной границы. А со сцены с профессиональным праздником пограничников поздравил глава города. Мы себя чувствуем в сочинстве только увереннее и безопаснее. Даже в мирное время государственная граница является по сути настоящей передовой. Мы благодарны пограничникам и за ту огромную работу, которую они проводят во время проведения событийных мероприятий в городе. А их в городе сегодня больше двухсот. Хочу в преддверии праздника выразить всему личному составу и ветеранам службы, и особенно членам их семей, глубокую признательность и благодарность за ваш опасный и самоотверженный труд. Анатолий Пахомов вручил руководителям, сотрудникам пограничных подразделений и ветеранам почётные грамоты, благодарственные письма и знаки почёта за службу. Впереди у пограничников тяжёлый курортный сезон, и к нему подготовились основательно. На пешеходном пункте пропуска в работу включены дополнительные 20 кабин паспортного контроля, а на автомобильном введены дополнительные две полосы, что значительно увеличит пропускную способность российско-абхазской границы. Лучшие бригады сетей водопровода и канализации, лучшего машиниста, токаря, сварщика в общей сложности представителей 10 рабочих специальностей определяли сегодня в ходе конкурса профессионального мастерства в Сочинском водоканале. Конкурс «Лучший по профессии» – одно из основных ресурсов, снабжающих предприятий города, проводит ежегодно, и это всегда особое событие для большого коллектива. Подробнее Рината Шипулина. Перед началом конкурсных испытаний – торжественное построение сотрудников служб и подразделений Сочинского водоканала. В этом году изменилось место проведения турнира профессионалов. Сегодня эта площадка у недавно открытого здания службы водопроводно-канализационного хозяйства «Центр». Конкурс совместили с показом новых видов техники и оборудования, которые сейчас активно используются на предприятии. Интересный, зрелищный процесс работы бригады специалистов. Именно в таком формате представлены конкурсные работы сотрудников Сочинского водоканала. Одно дело – ликвидировать аварию, другое, будучи профессионалами своего дела – соревноваться между собой. Это особая задача и ответственность. Это возможность показать свой уровень и профессионализм. Это важно. Каждый сотрудник имеет свою степень и амбиции. Это абсолютно нормально. И многие готовятся к этому конкурсу задолго. Возникает достаточно живой соревновательный процесс еще до проведения официальных мероприятий. Уровень требований профессионального мастерства с каждым годом повышается. Связано это в том числе с внедрением нового оборудования. Этап модернизации не так давно завершился в Лазаревском районе. В последнее время именно в Лазаревской службе произведены большие мероприятия по реконструкции сетей, оборудование. Полностью заменено оборудование на всех водопроводных насосных станциях, частично на канализационных. Все это позволило снизить потери очень сильно и получить те резервы мощности по подаче ресурсов для потребителей, которые у нас, скажем так, последние пять лет просто отсутствовали. Работу бригад и специалистов в различных номинациях оценивает жюри профессионалов. Главные призы – автомобили для аварийных бригад. Грамоты и премии ждут сотрудников. Победители конкурса «Лучший по профессии-2017» будут представлять предприятие на региональном турнире в Ростове. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 8 и 9 июня в Сочи пройдет сразу два уникальных семинара от ведущего эксперта страны по вопросам клиента ориентированности сервиса и идеологии бизнеса Константина Харского. Темы новых тренингов – окончательный тренинг продаж для сотрудников и руководителей отделов продаж и коммерческих директоров и создание сервисной компании «План работы на год» для владельцев и руководителей предприятий и организаций. В Сочи ряд предприятий успешно используют методики и бизнес-технологии от Константина Харского. К примеру, санаторий «Знания», за последние пять лет увеличивший свою выручку со 170 до 580 миллионов рублей. Стоит отметить, что Константин Харский – ведущий эксперт в России не только по вопросам клиента ориентированности, а также по обучению персонала и руководителей всех уровней. Умеет обеспечить высокий сервис, хорошие продажи и максимальный доход для фирмы. Это будет уже 11-й визит Харского в Сочи. Где-то не хватает навыков персонала по сервису. В результате владельцы зарабатывают меньше, чем могли бы. И в бюджет города поступает денег меньше, чем могло бы поступать. На этом семинаре Константин Викторович Харский расскажет, опять же, о том, что нужно учитывать именно в этом сезоне, как строить работу с персоналом. Даже обычный средний сотрудник при правильной организации работы может обеспечивать очень высокий, очень качественный результат. Участие рекомендовано для всех в сфер бизнеса. Всем, кому интересно развитие своей компании, рост доходов и увеличение загрузки в межсезонье. Это важно для отелей и мини-гостиниц, кафе и ресторанов, торговых предприятий. Первый день семинара для ведущих специалистов, начальников отделов пройдет 8 июня в отеле «Звездные». Тема – окончательный тренинг продаж. Во второй день, 9 июня, пройдет семинар создания сервисной компании «План работ на год». Данный тренинг для владельцев и директоров. Можно ли развить клиентоориентированность, как убедить сотрудников, что хорошее отношение к клиентам выгодно. Каждый получит основные рекомендации по преобразованию бизнеса. Мы научим ваших продавцов, покупателей, которые пришли в состояние окончательной готовности, не губить, а просто им продавать. По-моему, это хорошо. Может быть, в вашем бизнесе тоже 90% покупателей приходят в состояние окончательной готовности и их обламывает продавец или система. До встречи. Напомню, семинары Константина Харского пройдут 8 и 9 июня в отеле «Звездное начало» в 10 часов. Ольга Десятого, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Кубок Конфедерации, матчи которого пройдут в Сочи, может стать последним в истории. Об этом сообщает целый ряд спортивных изданий. Кубок Конфедерации после проведения турнира в России может быть заменен новым чемпионатом мира среди футбольных клубов, сообщает «Спортэкспресс». Проект нового турнира сейчас находится на стадии согласования. По предварительной информации он будет проходить каждые два года перед первенством Европы и мира. Рассматриваются варианты с участием 16 и 24 команд. Кубок Конфедерации основан в 1997 году и изначально проводился каждые два года. Начиная с 2005 он проходит в стране, принимающей чемпионат мира по футболу за год до его начала. Я напомню, летом Кубок принимает Россия и Сочи станет одним из четырех городов, в котором пройдут матчи с участием лучших сборных мира. Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Жемчужина Черного моря» в эти дни проходит на базе второй спортшколы Сочи. На ковре гимнастки от 6 до 15 лет. За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. Больше 20 лет подряд Всероссийский турнир собирает юных гимнасток из различных регионов страны. 250 участниц на этот раз соревнуются в технике исполнения непростых гимнастических элементов, грациозности, артистизме, умении владеть обручем, мечом, булавами и другими предметами для выступлений. Жюри в свою очередь оценивает мастерство движений, владение предметом. Что касается групповых упражнений, здесь важна синхронность исполнения. В Сочи славятся гимнастки своими красивыми упражнениями. Они подготовлены очень хореографичные дети, технически грамотно составленные упражнения. Тренера, уровень подготовки хороший у нас. В течение трех дней в различных возрастных группах будут выступать гимнастки. «Жемчужину Черного моря» определяют как в личном первенстве, так и в групповом виде по каждой возрастной группе. В рамках турнира юным спортсменкам присвоят и квалификационные разряды. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». «Будущее зависит от тебя» под таким названием почти девизом. На Мацестинских футбольных полях открылся всероссийский турнир по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. На финальную часть соревнований в Сочи приехали 18 команд со всех уголков страны. Групповые этапы будут проходить в течение двух дней и завершаться матчем закрытия 27 мая. Победителей ждет главный приз – поездка в Лондон в гости к легендарному футбольному клубу «Арсенал». Помимо соревновательной части юных спортсменов ожидает насыщенная культурная программа знакомства с городом Сочи. Футбольный турнир среди воспитанников детских домов и интернатов «Будущее зависит от тебя» – крупнейший спортивно-социальный проект. Его цель – способствовать успешной социальной адаптации детей-сирот благодаря спорту. В этом году турнир проходит уже в 12-й раз. Вход на игры свободный. В Сочи школьники прыгнули в лето. Сегодня на площади у городской администрации прошел шестой по счету «Скиппинг-марафон». В прыжках на скакалке приняли участие воспитанники образовательных учреждений Сочи. Первый летний фестиваль «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето» прошел на курорте в мае 2012-го. И вот уже шестой по счету фестиваль собрал 250 ребят, желающих сразиться в прыжках на скакалке. Это победители школьных этапов. Организаторами «Скиппинг-марафона» традиционно выступают Управление по образованию и науке и Департамент физической культуры и спорта администрации Сочи. Это наш традиционный сочинский вид спорта. И мы надеемся, что в ближайшее время он будет признан в России как вид спорта полноценный. И мы сможем открывать отделение по этому виду в городе Сочи. На площади флага свое мастерство показали 19 команд. Выступление их оценивалось строго. Для жюри была важна не только техническая часть, но и весь номер в целом. Это оперативность, артистизм и даже подбор музыки. В прошлом году обладателями кубка стала команда 11-й школы. В этом году они снова в числе фаворитов. И в завершение информация от партнеров. Стоматологическая клиника «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.